Сегодня я сделаю видеофильм о том, как быстро восстановить зрение на основе полного дыхания йогов и молитвы Иисуса из Назарета. Сначала я вам расскажу, какие движения нужно делать для того, чтобы усилить глазодвигательные мышцы, как отклоняющие глаз в стороны, так и поднимающие и опускающие глаз вниз. То есть, как усилить продольные мышцы и при этом эффективно качать кровь не только глазам, но и для всего организма. Я это делаю на основе теории кровообращения, которую я предложил в соответствующем ролике, в соответствующем названии. Теория кровообращения. Она была изложена мной в одном из видеофильмов в этом месяце, в ноябре 2017 года. Теперь я применяю эту теорию кровообращения на практике, на примере улучшения зрения, в частности, для людей, страдающих большой миопией. В простонародье это называется близорукость. Значит, упражнение заключается вот в чём. Нужно наклонить голову, например, вправо, затем плавно откинуть назад. Вернуть в положение нейтральное, наклонить влево, увидеть левое плечо, поднять глаза вверх и наклонить голову назад. Теперь я вам покажу это в динамике. Сейчас я включу метронол. Один удар в секунду с чистотой работы моего сердца. В ритме метронола это будет выглядеть так. Дыхание и движение крови. Сейчас мне жена Надежда включит молитву Иисуса, подожди, Надя, минутку, я ещё пару слов скажу, которую исполняют Полыве Николай и Эллада Сталев. Эта молитва была записана нами совместно в 2011 году. Молитву нужно петь очень громко. Когда пою я, то есть когда звучит мужской голос, со мной поют мужчины. Когда поёт Эллада, все женщины поют женскую партию. Но когда поёт женщина, мужчина должен с сопротивлением в течение всего пения женщины вдыхать воздух, набирая полные лёгкие, то есть где-то 4 литра воздуха внутрь. И одновременно втягивая туда около литра ленозной крови. Вот такое дыхание и такое накачивание крови называется полным дыханием йогов. То есть нужно вдыхать сопротивлением сначала через рот, губы трубочкой, очень маленькое отверстие, зубы стиснуть. А потом петь свою партию. Как можно громче. Потому что когда вы громко поёте, вы сильно сдавливаете лёгкие, и из них силой выходит воздух и давит на голосовые связки. То есть молитву надо петь радостно, громко и ритмично, полному дыханию йогов. А сейчас перейдём к самому упражнению. Надя, включи, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Доброго всем здоровья! Дорогие друзья! Сегодня я хочу вам предложить нажимать на колокольчик, который есть на экране вашего смартфона или телевизора, чтобы получать уведомления о моих новых видео, посвященных здоровья. Здоровью без врачей! Вы сами с помощью простых упражнений можете восстановить себе здоровье любого органа. Николай Полыга